Подростковый возраст часто бывает периодом первых романтических эмоций. Что такое подростковая любовь? Как на нее реагировать родителям и как помочь ребенку, который впервые влюбился? Вы хотите поговорить об этом? Тогда оставайтесь с нами в эфире. Ближайшие полчаса с вами проведу я Оксана Мельничук. Здравствуйте! Нежность, интерес, страсть, страдания. Именно эти чувства очень часто приносит первая любовь. Магия начинается с любви папы и мамы, которые становятся опорой навсегда. А потом ребенок встречает кого-то совсем непохожего. Что с ним происходит в этот момент и как его поддержать? Об этом сегодня поговорим с психологом Еленой Шамовой. Елена, здравствуйте! Здравствуйте! Елена, у нас сегодня такая тема интересная. О любви будем говорить, о любви подростковой. В каком возрасте подростки впервые влюбляются? Ой, это такой процесс интересный. Хотелось бы начать с того, что вообще подростковый возраст у нас считается, начало его с 11 лет и теоретически заканчивается. Он, конец сепарации, это 18 лет. Это так по границам, рамкам психологии. Но, опять же, не обязательно в подростковом возрасте у нас может случиться первая любовь. То есть это может произойти и раньше. Это может быть в 10-9 лет. Кто-то влюбляется вообще первый раз в детском саду, но это больше такая детская влюбленность. А в подростковом возрасте там уже более серьезные начинают проявляться чувства. И, скажем так, сам процесс вот этой влюбленности, он уже несколько отличается от того, например, дошкольного детского процесса, который, собственно говоря, происходит у маленьких деток. На самом деле, опять же, так и в подростковом возрасте в 11 лет это может быть одна влюбленность. Например, в 14 это будет, в 15 другая. 14, 15, 16, как правило, она более такая ядерная, сильно заряженная эмоциями. А в 17, 18, 19, как правило, опять же, повторюсь, не обязательно у всех по-разному. Это уже такие более выровненные, уже более осознанные, более сформированные, ну, можно сказать, уже взрослые отношения, взрослые процессы и взрослые влюбленности. Потому как, естественно, когда мы берем с вами за точку опоры определенный возраст, мы не можем обойти вниманием и состояние психических процессов, психическую зрелость. Поэтому, скажем так, в 11 лет это только начинает у нас процесс. У наших подростков начинается развитие подросткового вот этого кризиса и гормонального кризиса, развития физиологии. Как правило, в 14-15 это вот такой самый пик. Почему я говорю, что там насыщенные такие очень страстями отношения. И уже туда позже, да, это уже более в такое, ну, скажем так, с американских вот этих вот горок уже все это потихонечку так в плавные отношения, более-менее понятные. Это все, конечно же, преобразовывается. Но все зависит от личности. И не всегда, не у всех так происходит. Вот вы сейчас сказали о американских горках. Часто именно любовь подростковую с этим связывают, сравнивают. Почему? Это зависит от какого-то гормонального фона прежде всего? Ну, на самом деле, да, гормональный фон здесь тоже имеет место быть. И он очень важную роль играет. Потому что, например, тот же самый пик гормонального всплеска, да, такой ядерный, он у мальчиков начинается там с 12 лет, да, у девочек он чуть-чуть попозже. То есть когда у мальчиков происходит там 12-13-14 лет по статистике, да, это такое, ну, пиковое состояние, пиковое наполнение тестостероном организма, да, то есть когда идет выброс вот этот в крови, естественно, тестостерон у нас это еще про что? Про агрессию, про резкость, да, про вот эти вот все процессы. Поэтому мальчишки, они на самом деле проявляют свою любовь достаточно вот в таких вот резких процессах. Кстати, я думаю, что, наверное, ни для кого не секрет, да, что агрессия подростковая, мужская, она вот именно вот в этом возрасте, она становится на самом деле весьма-весьма такая опасная. А что это значит? Ну, они начинают биться, у них появляется склонность к всяким асоциальным процессам, они вечно куда-то попадают в какие-то истории, они на самом деле, если бьются, то бьются жестоко, да, и вот как бы тут тоже важны вот эту раздражительность, вот эту агрессию родителям не держать на чеку, потому что, опять же, да, как бы каждая психика, она по-своему проживает этот процесс. Если вы замечаете, что у вашего сына, да, как бы такой эмоциональный фон агрессии оповышена, и он не справляется с ним, у него начинают возникать проблемы со сверстниками, постоянно какие-то такие, да, замечания от учителей и так далее, здесь скорее хорошо бы вмешаться уже специалистам, да, то есть либо психологу, либо, может быть, там уже нужно посмотреть, да, чтобы, что с нервной системой происходит, почему на эти процессы, может быть, опять же, на гормональном уровне она их не может, скажем так, выдерживать. А у девочек в этом возрасте очень сильно подскакивает количество кортизола, да, это гормон тревожности, то есть девочки тоже раздражительные в этом возрасте, и как это проявляется, да, то есть они как-то очень резко, очень чувствительно реагируют на замечания в их адрес, вообще, что бы то им ни сказали. Почему? Потому что кортизол, как я уже говорила, это гормон тревоги, и девчонки в этом возрасте, они в таком, знаете, состоянии ожидания нападения, да, то есть вот она в тревоге, в напряжении и ждёт, что сейчас откуда-то будет нападение, и она должна это отреагировать. Поэтому, естественно, вот это, когда коса на камень находит, там ядерный взрыв происходит в отношениях у них. Но опять же, не у всех, да, как бы здесь ещё нельзя исключать не только, там, да, как бы сам процесс подростковый, но плюс ещё генетику, плюс ещё фенотип, то есть это про что? Отношения в семье, эмоциональный фон в семье, потому что всё то, что нас окружает, оно не может не отражаться на нашем эмоциональном состоянии, и это очень важно. Елена, скажите, мальчики и девочки, ну, это как и мужчины, и женщины, эмоциональный фон совершенно разный, романтические отношения и у тех, и у других, как развиваются? Если по девочке можно определить, она часто, ну, доверяет маме, ну, так хочется верить, что доверяет маме, да, и приходит, о чём-то, да. Хочется верить, да, это вариант хороший. О чём-то говорит. Мальчишки, они, на мой взгляд, более скрытные. Вот как понять, что у девочки начались романтические отношения, и у сына начались романтические отношения. Есть какие-то вот такие хитрости, да, которые могут показать? Признаки. Знаете, как, вот тут тоже такой интересный момент, для чего со своими детьми играть в угадайку, да, там, то есть догадываться по признакам. То есть, ну, на самом деле, если хороший контакт у родителей с подростком, то он, как правило, ну, скажет сам, да, либо он начнёт задавать какие-то вопросы. Причём сейчас я подросток говорю как о подросток, как о девочке, так и о мальчике, да. То есть они где-то могут становиться более такие замкнутые, более стеснительные, более чувствительные, эмоционально переживательные, да. Ну, то есть у мальчиков это, если мы берём, допустим, там, 11-12 лет, да, они, как правило, это рассказывают всё-таки эти процессы ещё там мамам, им хочется дарить подарки своей возлюбимой девочке, да, хочется там время проводить куда-то, ходить, гулять. Вот это вот тот самое начало, тот самый, вот это много-много-много романтизма, да. У девочек тоже это скорее про такое вот, ну, желание нравиться, как-то себя украшать, возможно, да. Ну, и тоже дарить какие-то небольшие, может быть, сувенирчики, да, такие вот эти моменты. Ну, и знаете, на самом деле, вот, если отходить от вот этих внешних факторов, да, всё-таки таких проявлений, я думаю, что каждый родитель, да, который находится в определённом эмоциональном контакте со своим уже выросшим ребёнком, он замечает, влюблённость, она обычно проявляется ещё чем? Дети как будто резко взрослеют, они начинают как-то более осознанно говорить, рассуждать на темы, они начинают задавать вопросы про отношения, они начинают спрашивать, да. То есть, и вот этот вот момент, это говорит о том, что внимание, ваш подросток сепарируется, отделяется. То есть, да, это обычно такое волнительное всё, такое вот переживание у родителей, но это при этом ещё, знаете, такой маячок о том, что ваш ребёнок уже не ребёнок, он взрослеет, он уже на пути к взрослой жизни, это тоже важно понимать. И с одной стороны поддерживать, а с другой стороны тоже, знаете, как это особенно касается вот уже взрослого возраста, когда там 17, 18, 19 лет, то есть конец подростковой жизни, чтобы там не происходило усыновление семьёй, ну, грубо говоря, второго партнёра, потому что вот этот момент сепарации важен, особенно для мальчиков. То есть, если ты хочешь водить свою девочку в кафе, гулять, покупать мороженое там в кино и так далее, дружище, ты должен уже учиться зарабатывать на это, потому что, да, родители могут сказать, слушай, ну, как бы мы очень рады, что у тебя появилась девушка, удочерять её мы не готовы, поэтому если ты вступаешь во взрослую жизнь, будь, пожалуйста, добра, вот эту взрослую жизнь свою уже оплачивать, да, то есть неси ответственность за это. Это важный показатель на самом деле, это про то, что мы не играемся под прикрытием у родителей, да, а это действительно, мы понимаем, что за этим есть ответственность как минимум, ну, та самая финансовая, про которую я сказала, да. Но родители всегда хотят знать всё и обо всём. Вот должен ли ребёнок рассказывать о своих чувствах родителям? Что он должен рассказывать? И если он умалчивает, как родителям реагировать на это? Ну, вот тема «должен или не должен», да, это вообще такая директива. А отношения, влюблённость — это скорее больше про лёгкость, творчество. Поэтому вот тема «должен», да, это уже такие, знаете, такие кирзовые сапоги появились, да, откуда-то такое вот, что такое уже и тяжесть, и непонятно, да, почему так. Ребёнок, точнее, да, подросток, он может делиться, если хочет. И, как правило, ещё раз повторю, если контакт с родителем выстроен тёплый, эмоциональный, да, то подросток делится. И это очень хорошо, когда, с одной стороны, да, есть такая опора в виде родителя, кому вот эти эмоциональные переживания в случае разрыва, в случае ссор в отношениях, да, подросток начинает выливать. Потому что, несмотря на то, что, ну, как бы подросток — это, с одной стороны, подросший ребёнок, но ещё не сформировавшийся взрослый, эмоциональный контейнер его психики, он ещё не глубокий. Поэтому все вот эти сильные эмоциональные переживания ему, ну, переварить, да, ассимилировать ещё сложно. И хорошо, когда есть рядом такой взрослый, устойчивый, эмоциональный человек, который может вот эти вещи контейнировать, если это, допустим, там, ну, опять же, ситуация разрыва, да, переживания. Хорошо, когда есть такой взрослый, который эмоционально помогает пережить. Но пережить, а не обесценить. Не сказать, что вот этих, Ванек, у тебя ещё будет, знаешь, сколько? Чего ты так переживаешь? Или, ой, да ладно тебе, ну, чего ты так переживаешь? Там-то и подружка была не очень, да. Вот это обесценивание, которым, к сожалению, родители очень часто сами закрывают дверь для себя в подростковую душу. Потому что тогда, когда ему плохо, тогда, когда он переживает, он или она, да, я имею в виду подросток, ваша задача что? Сидеть рядом, слушать и сопереживать. Держать за руку, вздыхать, молчать. Надо поплакать, хочется, плачьте вместе. То есть это и есть эмпатия, сочувствие, сопереживание. А не стараться быстрее этот процесс прогнать, перегоревать, да, и чтобы всё уже дальше было хорошо. Потому что любой разрыв отношений психика будет воспринимать как, ну, как горе, да. И у горя есть свои стадии горевания. Шок, неприятие, принятие, агрессия, депрессия, тоска и так далее. Это всё будет проживать ваш подросток. И ваша задача не ускорять это, не вытеснять это, а наоборот дать ему прожить. Выговориться, отплакать, если это требуется, да, отзлиться, отругаться, отобижаться и, собственно говоря, выйти. Не застревать в патологии горевания отношений, а выходить из этого. Поэтому здесь, я же говорю, с одной стороны важно находиться рядом, ну, не лезть с бесконечными расспросами. А что у тебя там? А как у тебя там? А чего? То есть тут ещё срабатывает правило уже частной личной жизни, да. Начинается оно, как я, как правило, говорю родителям. Подростковый возраст наступил, всё, без стука в подростковую комнату вы не входите. Без стука и без разрешения. Вот это частная жизнь. У него пошла или у неё частная жизнь. Соответственно, что? То же самое у нас происходит тогда, когда речь идёт про отношения. Вы можете спросить. Если вам скажут нет, значит нет. Да, вам могут рассказать, и ваша задача, вот сколько вам рассказали, столько утилизировать, ассимилировать. Но не залазить и не пытаться, знаете, вот очень часто ведь тревожные мамы, гиперопекающие, гиперответственные, пытаются поглотить подростка. А тут нужно понимать, что подростковый возраст, опять же повторюсь, это период сепарации, отделения. Это формирование, вот это вот понимание, кто я, что я хочу в этой жизни, каких отношений я хочу, каких я не хочу. Он должен сам вот в этом всём перевариться, да, перевариться, вывариться и уже, собственно говоря, определиться с тем, что его, что не его. Поэтому поглощать, расспрашивать, допрашивать, ну ни в коем случае нельзя. Да, я думаю, что с подростками это и вряд ли получится. Скорее всего, он просто соврёт. Елена, дочь начала ходить на свидания. Как родителям избавиться от переживаний? И тут неизвестно, кто переживает больше, мама или папа. На самом деле вопрос, какие переживания возникают. Ну, то есть, например, переживания о чём? О её безопасности. И о безопасности вы разговариваете со своим подростком, да, то есть обсуждаете эти вопросы. Тут важно понимать, что тревожит родителя, что, например, дочку или сына могут обидеть в отношениях, да, тогда вы об этом тоже говорите. Но говорите с позиции своей неуверенности. Это не про то, что, ты знаешь, я не пущу тебя на свидание, потому что боюсь, что ты дров наломаешь. Потому что это уже ваша неуверенность в вашем чаде. И вы таким образом что делаете? Как минимум, самооценку начинаете подрубать подростку. А когда вы говорите о том, что, ты знаешь, я переживаю, моя тревога, она к тебе отношения вообще может не иметь. Это про то, как я проживаю вот этот период твой, да. Для меня это по-новому, для меня это тревожно, где-то страшно, где-то это очень много напряжения. Я тебе хотела бы там сказать, или, да, там что-то прояснить с тобой, да, какие-то границы вот этих вот новой твоей жизни всё-таки прояснить. Вот, это с одной стороны. Ну, и тут, скорее, я же говорю, даже больше надо родителей успокаивать, а не детей. Потому что, ну, в связи с чем? Если обидят, ну, тогда вопрос, да, там, ну, наверное же, вы воспитывали своего подростка, ну, когда он ещё ребёнком был, так, чтобы он мог постоять за собственной границей, да, собственную безопасность. Он же за неё отвечает. То есть он на самом-то деле, ну, как сказать, не беспомощный, да, то есть он из-под вашего крыла не выскочил, и тут же там не вляпался в какую-то историю. Соответственно, что, если у него до этого с границами собственными, эмоциональными, физическими, всё было в порядке, всё было нормально, то, как бы, да, вот этому вы его научили. Такой ещё момент часто бывает, что, знаете, родители переживают о том, а вдруг обидят в отношениях, да, то есть как-то будут, ну, плохо обращаться, да, как-то неуважительно и так далее. Если вы замечаете такие вещи, ну, например, да, когда парень вашей дочери как-то неуважительно, или там обесценивающе грубо к ней относится, ну, как правило, это даже, знаете, такие вещи происходят не обязательно в подростковом возрасте, это ещё и раньше, да, может быть, ну, там, как бы уже всё зависит от контакта. Но мама, например, или папа может сказать, что ты знаешь, я против, чтобы с моей дочерью так обращались, я не готов к такие вещи. То есть это не про то, что ты позволяешь, как с собой обходиться, что это такое и так далее. Нет. Папа или мама говорят о себе. Я не готов ли, я не позволю, чтобы с моим ребёнком, с моим подростком, с моей дочерью так обращались. Я, ну, я на это очень, скажем так, да, неодобрительно смотрю. Меня очень злит, меня очень обижает. А тебе как, да? То есть мы зеркало всегда вот это вот включаем. То есть не обвиняем сразу и не учим, как должно быть правильно, а, собственно говоря, вот таким образом больше от себя говорим. Это первый момент. А во-вторых, знаете как, наши дети, они в любом случае берут матрицу отношений с нас. Если в семье уважительно партнёры друг к другу относятся, уважительно, внимательно, аккуратно, да, то есть тогда и подросток не позволит с собой по-другому относиться. То есть какие-то грубые, ну, например, грубый партнёр или грубые отношения, которые, скажем так, в его сторону будут проявляться, он просто их, скорее всего, ну, отсечёт, потому что с ним никто никогда так не вёл себя. И для него это неприемлемо, непривычно. И, как правило, они об этом сразу говорят, что, слушай, а так со мной нельзя, а что это ты, да? И эти отношения, они, как правило, просто начинают распадаться. Елена, ну, иногда с первой любовью очень часто приходят и проблемы с учёбой. Как в этой ситуации помочь? Да, к сожалению, это как раз-таки вот тот самый процесс вреда любви, да, всевозможным социальным институтам. А почему так происходит? Да потому что эмоциональная часть, а всё-таки влюблённость, да, вот эта вот вся эйфория, вот этот весь драйв, плюс ещё гормональный фон, он относится у нас к... Эмоциональный фон — это низшая психическая функция эмоций, да, а интеллект и нашу рацию — это высшая психическая функция. И, конечно же, если низшая психическая функция выходит на поверхность эмоций, то высшую она затмевает. Причём ещё, если брать подростков, они же максималисты, у них либо резко чёрное, либо резко белое. У них такая пограничность присутствует, да, в характере ещё к этому времени, да. Потом они, как правило, это переживают, да, и когда уже полностью психика сформирована, там могут быть черты, но не явное такое, да, проявление. Поэтому у них, да, у них либо чёрное, либо белое. Если мы любимся, мы любимся по полной программе. Если мы не любимся, ненавидим, мы тоже по полной программе, да, вот эта резкость реакции, ещё самое главное — скорость переключения, да, от одного к другому процессу. И тут, конечно же, что? Хорошо его возвращать к ответственности, да, о том, что, слушай, любовь — это прекрасно, и мы рады, что у тебя появились, ну, там, да, отношения, и мы рады, что ты испытываешь чувства. Но есть ещё процессы, да, ответственности твоей, и у неё есть тоже границы, да, ну, скажем так, целиком и полностью, конечно же, вы не исправите этот процесс, да, но нужно хорошо бы добиться такой гармонии, такого баланса, чтобы одно не мешало другому. В любом случае, конечно же, когда эмоциональный фон захлёстывает, а захлёстывает он, как правило у тех же подростков, начинается эта любовь с чего? С платонической любви, с фантазии. И это про то, что фантазия — представление своего объекта любви, как они вместе, как они проводят время и так далее, да, то есть, и, конечно же, когда у тебя перед глазами алгебра, да, там, учебник алгебры, а ты уходишь в фантазии о том, в свои романтические, ну, естественно, алгебра не будет учиться. Почему? Потому что даже гормональный фон, он, собственно говоря, против обучения. И вот в этот момент, конечно же, в учёбе будут такие просадки небольшие. Но в любом случае, скажем так, этот процесс, не знаю уж, хорошо или плохо, не вечен, да, и поэтому, собственно говоря, вот всё-таки на круги своя это всё равно возвращается, потому что вечно вот в таком состоянии маниакальном не может быть ни взрослый человек, ни подросток, да. Поэтому, когда там переходит на следующую стадию, да, отношения уже, формирования, это там уже эротическая стадия, это тогда, когда возникает прикосновение друг к другу, да, там как-то вот проходили мимо, дотронулись, или за руки взялись, там за руки под ручку гуляют, это уже другая стадия. Там уже немножко другой процесс идёт, да, ну как бы уже эмоциональный фон немножко попроще, полегче уже с этим. Как тогда родителям говорить на более интимные темы с ребёнком? Если до этого были разговоры, а то банальные разговоры, да, такие с детства, да, откуда берутся дети, да, со своим ребёнком, то есть если контакт настроен, то уже кое-какие, скажем, знания, они уже присутствуют, да, у вашего подростка. Когда речь идёт уже вот о следующей вот этой стадии сексуальных отношений, здесь, конечно, по-хорошему есть разные мнения, да, но с точки зрения, например, сексологии, родители на тему секса как такового с детьми говорить не должны, это должны делать специалисты. Либо через книги, то есть вы подсовываете книжечки, да, или вы, потому что тут ещё такой момент, знаете, не каждый родитель может нормально, спокойно, без тревоги, без напряжения об этом говорить, потому что, ну, как правило, родители-то, наверное, да, это те люди, которые воспитывались в советское или постсоветское время, а там что, там секса вообще не было, и какая там информация о нём была? Да никакой, да, там, поэтому, соответственно, что, как грамотно об этом рассказать, да, не перенести свою тревогу, не вызвать стеснения, не вызвать вину, не вызвать стыд своего ребёнка или подростка, это на самом деле такое, ну, это ювелирная работа, поэтому, если вы чувствуете, что, ну, нет, не чувствуете вы опоры вот в этой теме, не готовы вы поговорить, отдайте это для того, чтобы, специалисту, либо это, ну, подростковый психолог, подростковый сексолог, да, либо это книга, которая, да, ну, то есть вы выбираете именно такую литературу образовательную, сексологическо-образовательную, через которую он все вот эти процессы, всю эту, там, энциклопедия для девочек, это одно было время, энциклопедия для мальчиков, то есть тогда, когда это преподносится не через напряжение, не через тревогу, а просто сухой, плоский факт. Вот знаете, как атлас анатомии, когда открываешь, да, смотришь, собственно говоря, человек, строение, внутренние органы, все, не возникает никаких вот этих вот процессов. Я работаю с подростками, группы подростковые веду, и они намного легче и проще разговаривают просто со специалистом, у которых, с которым есть нейтральные отношения, но при этом есть доверие, и он может спросить обо всем. Ваша задача быть рядом, дорогие родители, ваша задача поддерживать, если вас просят об этом. Ваша задача не оставаться безучастными, но опять же, не влазить со своей помощью, не догонять и причинять добро, а именно сочувствие, сопереживание и эмпатию проявлять. Это про что? Если ты хочешь поговорить, я рядом. Елена, спасибо огромное за интересную и, главное, очень полезную беседу. До свидания. До свидания. Взрослые часто испытывают тревогу в связи с тем, что у подростка появились романтические отношения, но это нормально и соответствует возрасту. Трудно сказать, насколько родителям позволительно вторгаться в эту сферу. Многое зависит от ребенка и его зрелости. Можно делиться советами, но не забывать, что главное – уважать чувства и решения подростка. С вами была Оксана Мельничук, и мы обязательно встретимся и поговорим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова